Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать Исайю, 29 глава. И вновь пророчество, начинающее с Междометия Гой, которое переводится «Горе». Горе Ариилу. Ариэль. Что такое Ариэль? Явно, что пророк здесь обращается к Иерусалиму, потому что сказано «городу, в котором жил Давид». Давид жил в разных городах, но царствовал он в Хевронии и в Иерусалиме. То есть здесь, скорее всего, имеется в виду Иерусалим. Пророк Исайя обращается к своим жителям, к своим современникам. Почему же он называет свой город Ариэль? Почему здесь вот эта вот метанемия? Почему они называют его Иерушалаем, как обычно? Как в предыдущей главе он прямо сказал в 14 стихе «Иерушалаем». Ариэль — это метанемия и даже метафора, которая, помочь понять, почему он ее использует, нам поможет книга Ехискеля. Книга Езекииля, 43-я глава. Там этот термин употребляется не как имя собственное, а как имя нарицательное. Там Ариэль или Хариэль. Вот этот термин обозначает жаровню жертвенника, жаровню алтаря, жаровню, на которой сожигают жертвы. Вот там он указывает его размеры, ну, видение, в видении пророку указываются размеры этого жертвенника в будущем, в будущем святом граде в Иерусалиме. И вот здесь весь этот город Иерусалим, ветхий, не новый Иерусалим, который видит Езекииль, а тот ветхий, который видит Исаия и пророчествует в направлении которого, против которого пророчествует. Вот здесь этот город Иерусалиму подобряется Ариэлю, вот этой жаровне жертвенника, на которой сжигают жертвы. Ну, такое предположение, помимо подтверждения, которое мы находим позднее у Езекииля, оно также содержится намек в самом стихе. Стих заканчивается так. «Приложите год к году, пусть заколают жертвы». Речь идет о заколании жертв на алтаре, на жертвеннике, в доме Господнем, в храме Исаия. «Уподобляет таким образом город Иерусалим жаровне, на которой сжигают жертвы». Эта тема также будет присутствовать и у Езекииля. И там тоже вот заклание больших жертв метафорически применяется к закланию жертв войны. И там созываются даже птицы и звери земные на великую трапезу, которая следует вслед за закланием. «Но я стесню Ариэль, и будет плач и сетование, и он останется у меня как Ариэль». Город будет стеснен, он будет охвачен со всех сторон вражескими полчищами, и будет плач, сетование, как обычно бывает в осажденном городе, жители сетуют, плачут. Почитаем хотя бы книгу Иха, плачи Иеремии. «И останется он как жаровня». То есть настолько будет в нем много, в прямом смысле, пожаров, и город будет гореть. Ну и в переносном смысле он сам по себе будет как жаровня. Есть еще у пророков уподобление Иерусалима котлу, который со всех сторон языками огня охвачен. Вот так же и здесь. Здесь уподобление вот этой жаровни. На дальнем переводе слово «Ариэль» с большой буквы, но по всей видимости это слово, как я уже сказал, этот термин означает жаровню. По крайней мере у пророка Изекииля этот термин означает жаровню жертвенника. Это то место, как раз ту плоскость, на которой жертвы сожигаются. Такой технический термин. «Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражую наблюдательную и воздвигну против тебя укрепление». Здесь Господь говорит, что идет прямая речь Господа. Здесь уже не пророк говорит, а сам Господь говорит во втором и в третьем стихах. То есть полчища, которыми охвачен будет святой город Иерусалим, названный жаровней, он будет, этот город, осажден как бы самим Господом. Потому что враги эти придут по воле Господней и осадят город. «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя». Унижение большое последует в результате нашествия врагов. Город будет захвачен, люди будут попраны врагом, и речь будет их звучать тихо. Громко будет звучать речь врагов. «Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающееся плева». Плева, полова, то же самое, что моц, то же самое, что шелуха, или, скажем, мякина. Плева. Оно быстро разлетается, такая от легкого дуновения ветра, как прах, гонимый ветром. Вот это плева, это полова. И это совершится внезапно в одно мгновение. Напрасно будут уповать жители Иерусалима на крепость своих стен. Напрасно будут думать, что если посреди города находится храм Божий, то они находятся в полной безопасности, как бы неправедно себя не вели. Внезапно совершится в одно мгновение. Стены будут проломлены врагом, и враг ворвется в город, и храм будет сожжен, народ уничтожен, и царь, и двор будут захвачены. Подробно все это описывается в 4 книге Царства, а также в книге пророка Ермиягу. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением и сильным глазом, бурью и вихрем и пламенем всепожирающего огня. То водой, то воде уподобляется нашествие врага, то бури, то пламени всепожирающему. Действительно, вода, когда она бесконтрольна, когда она обрушивается всесокрушающим потоком, она несет гибель, несет смерть. Также и пламя всепожирающее несет людям смерть. Мы часто видим сейчас, все более и более часто, год от года, как пламя и вода уничтожают огромное-огромное количество людей на Земле, в разных регионах Земли. Вот и тогда было так же. Здесь эта метафора, здесь говорится о нашествии врага. Этот враг будет неостановим, как не остановить бурные потоки воды и не остановить пламя всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение будет множество всех народов, воюющих против Ариэля, и всех выступающих против него, и укреплений его, и стеснивших его. Вместе с полчищами ассирийцев и вавилонян придут на Иерусалим и другие войска, которые будут у них, войска вассальных народов в орбите, находящихся в этих империй. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Цион. Они ненасытимы будут, и будут алкать, и жаждать, и томиться будет их душа. Скорее бы истребить, поработить Иерусалим. Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Продолжается обвинение в адрес тех же самых, о ком шла речь в предыдущей 28 главе. Пророки и священники, духовные аристократы, руководители народа, они сами слепы, они не знают, куда вести свой народ. Вспомним выражение Нового Завета, пословицу, если слепой ведет слепого, оба вводят в яму. Так вот, и эти сами слепые вожди слепых, пьяны, но не от вина, пьяные поступают неправильно, часто ошибаются, спотыкаются и шатаются. Здесь они метафорически уподобляются пьяным, эти вожди народа. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы. Пророки, прозорливцы, те, которые лживо объявляют народу, как будто бы слово Господне, но на самом деле проповедуют собственные взгляды и собственные мечтания. Это лже-пророки, лже-прозорливцы. Господь их сам усыпил и сомкнул их глаза. Они как пьяные, и вот это духовное опьянение навел на них сам Господь. Поэтому они говорят, что попало, и поступают неправильно. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее, а он отвечает, не могу, потому что она запечатана. Книги запечатывали, свитки часто запечатывали, особенно если они были очень важные и секретные. На них налагалась печать, и только уполномоченное лицо могло эту печать сломать и прочесть, что в ней написано. Запечатанную книгу нельзя прочитать, символические книги апокалипсиса, помним, да, книги за семью печатями и так далее. Их прочитать нельзя, пока они не распечатаны. Ну, бывает и по-другому. 12 стих. Передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. Вроде бы книга распечатана, пожалуйста, свиток развернут, ну-ка читай. А тот отвечает, да я не умею читать. То есть нельзя читать запечатанную книгу и нельзя читать, невозможно прочитать эту книгу, даже если не запечатано, человеку, который читать не умеет. Вот так и эти пророки, так и лжепророки, так и эти прозорливцы, современники, которых пророк подвергает здесь критике, они, или для них пророчество совершенно закрыто, они не могут его прочитать, не могут его уразуметь, либо они просто не умеют его уразумевать и понимать. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом». Вот этот 13 стих 29 главы перекликается с 1 главой Исаии, где как раз говорится о ложном лицемерном культе, которым чтут Господа и который Господу неприятен. И он даже говорит, «Напрасно вы приходите дворы мои топтать, и лучше бы закрыли вообще храм, на замок они являлись сюда. Руки простираете ко мне в молитве, эти руки полны крови». Вот и здесь тоже лицемерный культ обличается, чтут устами своим, языком своим чтятят, почитают, да, приближаются устами, а сердце их далеко отстоит от меня. Сказано часто, сказано во многих местах, что сердце должно принадлежать Господу, и нужно служение сердца. «На что мне множество жертв ваших? Ту ковнов и козлов не хочу». То есть должно быть искреннее служение пред Господом, от всего сердца. Если этого нет, если это служение лицемерное, Господь этого служения не принимает. И в чем выражается страх пред Богом? Здесь лицемерный страх, лицемерное благоговение, здесь термин, оно в изучении заповедей человеческих. Вот собираются и начинают изучать человеческие заповеди. Мы читали критику выше в предыдущей главе заповедь на заповедь, правило на правило, там немного, тут немного, прибавили, перетолковали, человеческих нагромоздили, всяких преданий глупых. И вот это считается у них богопочитанием, благоговением пред Богом. «Нужно изучать Слово Господне и не нагромождать множество своих на Него толкований, которые часто являются перетолкованиями, ведущими к заблуждению, к духовному опьянению и к искривлению путей Господних». Вот что здесь критикуется. «Нужно изучать заповеди не человеческие, а Божьи заповеди изучать. Они ясны, они изложены. Бери и изучай». Вот за это, за это лицемерие, за это изучение заповедей не Божьих, а человеческих, Господь накажет их. Вот, 14 стих, «Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Можно написать на любую заповедь Господню десятки томов по ее истолкованию, применению в жизни, толмудами заставить себе все книжные шкафы, но главное ядро – это заповедь Господня. И никакие человеческие объяснения, толкования, заповеди не должны ее отменять и перетолковывать. Прямой смысл заповеди нельзя отменить. Если человек же пытается его отменить своими толкованиями, своими заповедями человеческими, то такой человек достоин и пророческой критики, и божественного наказания. Вот чем занимались пророки и священники в Иерусалиме, современники Исаии, вот чем часто занимаемся мы, дорогие отцы. «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. От Господа сокрыться нельзя. Он сердцеведец. Если ты не искренне пред Ним служишь, Ему, то тогда сердце твое полностью открыто пред Господом. «Дай мне сердце твое», говорит мудрый Шломо, мудрый Соломон, сыне. «Какое безрассудство!» восклицает пророк. «Разве можно считать горшечника как глину? Разве может Господь не знать, что такое глина, кусок глины? Вот и люди в руках Господа, они как кусок глины, Господь с ними хоть что может сделать? Как может глина противоречить горшечнику? Как может палка сказать тому, кто не дерево?» Есть такое еще выражение у пророка. «Изделие о сделавшем его, не он меня сделал. И скажет ли произведение художники своем, он не разумеет». Действительно, Бог творец, он созидатель, он Бореолам, он художник, который все произвел и сотворил человека по образу своему и подобию. «Как ты, человек глина, можешь спорить со своим создателем?» Создан человек из персти земной, поэтому здесь этот образ горшечника, Бог как горшечник, который обрабатывает глину, творец как, здесь метафорически уподавляется, горшечнику, который создал человека. Как может изделие, изделие этот человек, сказать своему творцу, своему создателю, «Зачем ты меня сделал?» Или как может человек отрицать, что он произведен, сотворен, создан, сделан Господом? А люди часто это делают. Люди часто говорят, «Да нет у нас никакого творца, вот бабушка моя, еще совсем недавно с пальмы слезла, у нее недавно только хвостик отвалился, зачем я буду слушать бабушку с дедушкой?» Я-то больше человек, чем они. Они только-только вот с пальмы слезли. Люди думают, что их бабушка, что они произошли от обезьяны, их бабушка почти что была обезьяной. «Нет, это глупо». И вот еще пророк Исаия обличал тех, кто считает, что человек произошел от обезьяны. Некоторые считают, что человек от свиньи произошел. Другие говорят, «Нет, наоборот, свинья от человека произошла». Это люди, которые превратились в свиней. Ну, разные басни, разные люди придумывают выдумки. Ну, это все глупо и смешно. Это все уподобляется бреду пьяного. Как может изделие спорить со своим горшечником и говорить, «Не он сделал меня». Как человек может говорить, «Не Бог меня создал, не Бог меня сделал». И поэтому невозможно человеку от Бога спрятаться. Так же, как глина не может противиться горшечнику, так человек Богу противиться не может. Бог тебя найдет, достанет и сделает из тебя, из тобой все, что он захочет. «Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, и сад не будут ли почитать, как лес?» Ливан. В Библии, в Священном Писании это не государство. Такого государства не было в древности. Это горная гряда, горная цепь, ливанские горы. Ну, другое значение, это также Ладан. Ладан — это тоже Ливан. Но чаще всего именно Ливаном обозначаются горы. Вот здесь горы ливанские, они здесь говорится, что они превратятся в сад. Задается вопрос, не требующий ответа. Ливан не превратится ли в сад? Если мы сегодня взглянем на то, что человек сделал с ливанскими кедрами на ливанских горах, как их столетия за столетием эти кедры вырубали, как их тысячелетия за тысячелетием эти кедры искореняли, строил из них ассирийский царь свою новую столицу Калху, строил из них Соломон, храм. Люди строили, продавали эти кедры египтянам, куда угодно. В результате кедров почти не осталось. Ливанские горы лысые, и никакому саду они ни на какой сад не похожи, ни на какой лес. А здесь пророк говорит, еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад? Риторический вопрос. Превратится, да? Можно не вопросительной формой, а повествовательной формой. Прямо сказать, Ливан будет садом, лесом. 17 стих. Ну, значит, этот стих имеет эсхатологическое значение. В будущем, в том новом мире, на новой земле, на земле, где будет царствовать Господь и правда Его, там Ливан превратится действительно в сад, а сад будут почитать как лес. То есть, это так очевидно для пророка, что все давние исторические события, которые происходили в его время, они тоже так же очевидны. Для пророка очевидно, что Ливан будет вновь садом, будет лесом. Вот так же и то, что произойдет с его народом, наказание, поучение Божие, которое его постигнут, это тоже совершенно очевидно. В тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиле. Потому что не будет больше обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Социальная несправедливость, коррумпированность правосудия, все, что так часто подвергается пророческой критике не только Исаии, как мы помним, вот этого всего не будет в новом том божественном мире, при том божественном миропорядке, на новой земле, которую творит Господь. Явно, что эта весть, это пророчество имеет эсхатологическое значение. Как знаки наступающего эсхатологического Царства Божия, Мессия, Господь наш Иисус Христос, отверзал глухим уши, отверзал глаза слепым, это были знаки, знамения грядущего, быстро приближающегося Царства Божия. Вот это Царство Божие, проповеданное Христом, оно скоро наступит во всей своей полноте и силе. Тогда не будет глухих, не будет слепых, и не будет коррумпированных судей, и не будет тем, кто ближнему своему расставляет сети и отталкивает человека правого. Будет торжествовать правда и справедливость на всей Господней земле. Мы живем в ожидании грядущего эскатологического Царства, мы его проповедуем вслед за Христом, и оно наступит непременно, его уже Исайя чаял, а тем более мы, христиане, должны чаять и жить в его ожидании грядущего Царства Божия. Завершаются слова, последние три стиха завершаются 29 главы словами, обращенными к дому Иакова. Нехарактерны для Иса выражения дома Иакова и не характерно его такое вот явное конкретное обращение к каким-то историческим событиям прошлого, поэтому некоторые современные комментаторы считают, что эти последние три стиха являются позднейшей вставкой. Нам нет необходимости это допускать, это чистая гипотеза, ничем не оправданная. Эти стихи находятся в составе Исаии и ничто не мешает их относить. Ну, не говорил раньше о доме Иакова, особо не говорил Исаия, почему бы ему вдруг об этом не сказать. Книга Исаии дошла в том виде, в котором она до нас дошла. Да, в ней есть различные части, в ней есть различные, быть может, по времени написания главы, но книга дошла в том виде, в котором мы держим ее в руках, вот в этом виде ее и надо изучать. Должен быть канонический подход к изучению Священного Писания. Кстати, этот подход многие и западные исследователи придерживаются этого подхода. Один из проповедников современных канонического подхода к Священному Писанию это известный англоязычный ученый Чайлдс. И мы такого подхода придерживаемся, опираясь на текст Писания, опираясь на традицию и опираясь на традицию интерпретации, на древние христианские толкования и древние еще дохристианские еврейские понимания Священного Писания и толкования. То есть мы не первые, кто читаем Библию, и мы не первые читатели Священного Писания, до нас Священное Писание читали поколения и поколения верующих. И мы должны учитывать их опыт, читать Писание вместе с Церковью. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама». «Искупил» здесь глагол, который можно перевести «посетил». «Господь, который посетил Авраама». «Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет». То есть в том наступающем веке справедливости, в новом мире, в мире Божьем, где Господь царствует. Вот там не будет Иаков, дом Иакова. «Иаков» — это здесь метанимия, означает Израиль. У Иакова было два имени — Иаков, и Господь назвал его Израиль. Поэтому часто Иаков, Иаковом называется «двенадцать израильских колен». Или только десять северных, или все двенадцать, дом Иакова и так далее. История Иакова подробно описывается в книге «Бытия». И все израильтяне часто называются Иаковом. Израиль называется Иаковом. Так вот, израильтяне, остаток, видимо, о котором речь шла в предыдущей главе, остаток спасенный, он не будет в стыде, и лицо его больше не побледнеет. Не будет он краснеть, не будет бледнеть, потому что не будет врага. И не будет несправедливости внутри самого народа. И когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Не будет кощунников, насмешников, не будет лжепророков и лжепрозорливцев. А народ будет руководствоваться Словом Господним, свято чтить имя Господне, то есть самого Господа, святого Иаковлева, благоговеть пред Богом Израилевым. Благоговеть, трепетать, страшиться Бога. Страх Божий – начало премудрости. Что такое страх Господний? Это и есть благоговение пред Господом. Трепетать пред Словом Господним, благоговеть пред Ним, пред именем Господним, пред Всевышним, пред Богом Иаковлевым. Вот что характеризует человека верующего. Противоположность ему – это лец, кощунник, насмешник, циник, который все время насмехается над серьезными вещами, над которыми насмехаться нельзя. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Вот эти блуждающие духом – это те, которые пьяны, но не от вина, шатаются и падают, но не от секеры, они перестанут блуждать. Они познают мудрость, им откроется хохма, премудрость Господня. Не человеческая мудрость, не человеческие заповеди, не все эти талмуды с типиконами, а божественная мудрость подлинная им откроется. И они были непокорны, но теперь научатся послушанию. Непокорный – это тот, кто не слушается. Начало мудрости – страх Господень. Люди, которые благоговеют, свято чтут Бога, они познали мудрость. Они покорные. Как им стать покорными? Как им покориться Господу? Через послушание Богу и заповедям Его. Продолжается серия пророчеств Исаии. Глава за главой начинаются тем же самым междометием «вой», который переводится через «горе», можно перевести через «увы» по-славянски. Следующая, 30-я глава тоже будет начинаться с этого междометия. Пророчество также будет содержать выговоры, обличения в адрес израильского народа, иудейского народа. Но к следующей главе, к 30-й, мы приступим в следующий раз.